Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях президент Рязанской Федерации стилевого карате Рамиль Сакаев. Человек вам известный, Рамиль. И вот, наконец, мы добрались до подведения итогов сезона. Итог сезона. Прошли крупнейшие соревнования. Городские, областные. Ваши ребята выезжали на всероссийские турниры. Всероссийские, международные. Международные турниры, да. Вот давайте подведем. Но сам я лично видел два турнира наших, рязанских, области-город, как спортсмены называют. Давайте сначала о них. Вот был чемпионат области. Во-первых, заметно было что? Что очень много участников. Во-вторых, очень широкая география для регионального турнира. И в-третьих, то, что, ну так вот я для себя понял, что, наконец-то, карате, вот мы говорили с вами в сентябре, да, начинают, что карате должно стать массовым видом спорта, потому что очень демократично. И все-таки, я так понял, что получила официальное признание ваш вид спорта. Ну вот об этом турнире. Давайте с него начнем, а мы покажем кадры, как это было. Да, чем интересно вот именно соревнования внутри региона, тем, что на них можно собрать географию области. И тех спортсменов, которые не всегда могут выехать. Ведь не у всех есть возможность выезжать в другие города. Поэтому она и собирает тех ребят, которые, казалось бы, просто занимаются для себя. Вот. Провели. Это было приурочено 20-летию преподавания моего. Вот. Собрали более 130 участников. Это, я имею в виду, спортсменов. Потому что, если выставлять только всю мою федерацию, это столько человек, может, могу бы получиться. Ну, а один из самых лучших выставлялись и выступали. Я считаю, что провели неплохо, организационно. Вот. Все-таки мы прошли очень хорошую школу и у японцев, и у нашего российского карате. В том плане, что организация должна быть не в ущерб детям. Потому что, когда мы выезжаем на другие соревнования, бывает, что и в час ночи заканчивают соревнования. Вот. Умение комфортно для детей, ради детей провести эти соревнования. Я хочу сказать, что не только география, но и представительство участников было самое большое. Квалификацию свою подтверждали или там сдавали на пояса, я не знаю. Показывали вот эти и формальные упражнения, и в кумите. Люди самого разного возраста. Да. От достаточно возрастных участников до вот этих вот юных бойцов, которые сражаются так, чтобы просто все поудрожить. Да. Сам младший у нас был 7 лет. Самый старший это из Москвы, из Подмосковья. Это был 43 года. То есть, можно сказать, муровесник. Демократия спорта, я бы так сказал, именно карате. Да. И выступали детишки, конечно, интерес у них появляется, потому что, когда они видят очень много кубков, очень много призов, детям это нравится. Если взрослый на это внимание... Много участников из разных краев тоже интересны. Да, да, да. Очень интересно, когда приезжают к какому-то городу из области, потому что они живут в своем провинциальном городке маленьком, видят их столько чего-то по телевизору, и им очень хочется раскрыться. Не всегда получается. И вот они приехали в Рязань. Они, может быть, только раз в недельку, я раз в месяц приезжают. А тут приехали соревнования, много народу. Разные уровни. От начинающих спортсменов, то те, которые ездят. Потому что на этих соревнованиях было тоже интересно наблюдать тем, что, например, мальчик 9 лет, имеет определенный какой-то пояс, ну, предположим, возьмем зеленый, который никогда не участвует в соревнованиях. И тот мальчик, который тоже зеленый пояс, он постоянно весь год ученый проездил, у него уровень настолько высок, то есть настолько он хорошо делает, что дети, которые не выезжают, и родители, которые не хотели выезжать, теперь загорелись. И даже у нас летом занятия будут продолжаться. Что очень удивительно. Ну, это великолепно. Детям, действительно, вот, потому что очень много юных участников, много самых даже маленьких, им нужно обязательно творческий, так сказать, если кратует искусство, ведь мы позиционировали, творческий вот этот выход, творческий, физический. И когда они получают вот такой вот турнир в подарок себе, как бы, да, то вот этот выход как раз и обеспечит. Они теперь к следующему турниру будут готовиться. Они там так будут нажимать в своих залах, мне кажется, что следующий турнир только держитесь, там приедут, можете побольше участвовать. Мы так и говорим, пока ты здесь сачкуешь, в другом спортивном зале, кто-то старается быть чемпионом. И дети, конечно, вот эти выездные соревнования... Нарабатывает удар, которым он тебя может и сразить. Да, да, вот эти соревнования как раз и дают стимул, в принципе, и нам тоже. Значимость турнира, вот сейчас, если заканчивая разговор о чемпионате области, мне кажется, было еще в том, что приехали очень известные люди из мира карате российского. Очень известные люди, ну, тот, кто вот интересуется, тот их знает, тот, кто, может быть, имеет поверхностные представления. И вот расскажите, кто у вас был, кто подтвердил, так сказать, статусность вот этого нашего турнира. Ну, был у нас президент Федерации карате России, это вот Чичварин Александр. Несмотря на свою молодость, человек очень такой энергичный, подвижный, ездит, помогает, выступает. Он является чемпионом Европы неоднократным. Тетерин приезжал, он призер чемпионата еще СССР, человек очень, он председатель Федерации карате России. Еще тех лет, когда карате чуть ли не запрещено было. Да, 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 то есть он, скажем так, может интерпретировать все события развития карате в России и, значит, в Советском Союзе было. То есть человек, история российского карате даже так было. Можно так сказать, да. И вот мы, вот это все у нас, организаторы Академии Буду, Аслан Бедаев, Пятадам по джио-джитсу. Это человек, который очень хорошо работает для, вот любительный набор, знаю, человека, работа в партере. Плюс мы вместе совмещать и карате. Те, кто за нашу школу следит, знают, что мы выступаем по разным версиям, по разным стилям уже давно, уже почти 20 лет. Даже по кикбоксингу выступали. Вот, и по джио-джитсу. И вот эта вот методика подготовки спортсменов, она как раз вот и дает. Вот эти вот люди, которые приехали поддержать наши соревнования, перед соревнованиями, они, конечно, провели очень тренировочный сбор, где малышам, детишкам, в том числе, ну, в принципе, взрослым рассказывали, как эффективно побеждать. Потому что то, что они сейчас детишки увидели, может быть применимо через 2-3 года, через 5 лет. Но у детей это быстро впитывается в сознание, и они, конечно, будут потом выбирать, как двигаться. Вот, говоря об этих двух турнирах, чемпионат области, чемпионат города, который вы проводили, там, первенство города. Вот, что вы можете сказать? Вот, если мы в сентябре, когда встречались, говорили, что каратэ, к сожалению, недостаточным вниманием со стороны властей, со стороны спортивного начальства, скажем так, пользуются, а ведь могли бы очень сильно поддержать, тем более, что особых вливаний туда инвестиций, особых больших не надо. Не тебе каких-то, там, я не знаю, тренажеров особенных, не тебе чего-то такого. То вот, что мы можем сказать в конце сезона? Все-таки удалось вам добиться? Можно сказать, даже не добиться, а как бы вот мы друг друга все поняли. И поэтому и областной спорткомитет, областной министерство... Добиться взаимопонимания тогда? Ну, так, если сказать более корректно. Вот, очень было приятно поддержку городского спорткомитета. Я постоянно такую поддержку получал в 2006 году. То есть, когда вот как-то была видимость. Ну, по себе, вот, наверное, нового руководства, новые люди, которые вот в спорте видят то, что вот нужно детям. То есть, люди из спорта пришли в руководство, и они видят, и они действительно знают наши потребности. И вот эти наши потребности, которые получились у нас и в кубках, и в подарках детишкам, они, конечно, дают нам, скажем, такую уверенность на развитие в будущем. То есть, если мы натягивали на соревнования, там, может, там, 100 человек, то, конечно, по сентябрю месяца, зная, что мы работаем не зря, будем активно развивать именно такую вот... Создавать именно массовость в более уверенном, таком хорошем, быстром темпе, чтобы это было... Чтобы наша работа тоже была видна еще лучше. В двух словах, вот, в финале, значит, нашей сегодняшней программы, вы же привозите медали, кубки, награды с всероссийских соревнований, даже с международных соревнований сюда, в Рязань. То есть, каратэ дает большой медальный запас и городу, и области. Вот, если взять по май месяц, у нас около 70 только привозных медалей. Это не говоримо о внутренних соревнованиях, только это гостевые поездки. Причем основной урожай у нас завоевают дети до 12 лет. То, что говорят, будущее. Порция, молодая порция, да. Если проводить воспитательную работу, то вот эти дички, которые за весь год попривезли, некоторые там по 5-6 медалей, вот, то есть, стабильно выступают. Это будет говорить, что если когда-нибудь Олимпийский видоспорт станет каратэ, то у нас будут с кем выехать и с кем побеждать. Я вам напомню, у нас в гостях был президент Рязанского регионального союза стилевого каратэ Рамиль Сакаев. Мы говорили об итогах сезона, итоги прекрасные, много медалей, много победителей, отличные соревнования. Я думаю, что в будущем году мы увидим турниры еще более впечатляющие и представительные. Вы смотрели информационный программ телекомпании «Город 7 минут». До встречи.